Закон и порядок по Магнитогорске. Жители дома Поколнукова недовольны расположением мусорных контейнеров. Они считают, что баки стоят слишком далеко от их подъездов. Коммунальщики же напротив уверяют, все выстроено по букве закона. Проблема усугубляется тем, что под окнами начинают складировать мешки с отходами. Кто прав, кто виноват, разбирался наш корреспондент. Чтобы избавиться от отходов, Анастасии после работы приходится преодолевать большое расстояние. Ближайшие мусорные контейнеры находятся в соседнем дворе. Да и количество бачков девушку не устраивает. Два бака на семь домов, по ее мнению, недостаточно. Минуты три-пять приходится идти, с тем учетом, что сейчас погода дождливая, сыра, грязно, мокрая. И изделия лужи приходится обходить кругами. Поэтому не совсем приятно. Когда-то площадка для мусора стояла совсем рядом с Калмыкова-10. Несколько лет назад ее убрали из-за несоответствия нормам. Однако горожане по привычке продолжают складывать туда пакеты. Жильцы рассказывают, нередко мешки можно увидеть рядом с подъездом и прилегающей территорией. Оставляют мусор на проходе, около лавочки. Оставляют мусор на газонах. Это тоже не есть хорошо, потому что все это пахнет. Дети выходят в садик, видят этот мусор. Выход из сложившейся ситуации есть. Жильцы могут попросить добавить новую площадку для мусора или перенести старую. Эту идею должны поддержать как минимум 50% собственников. Заявление нужно перенести в свою управляющую компанию. После чего собирается специальная комиссия. Мы собираем комиссию в составе управления жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов, управляющая компания, может быть представители от жителей и сетевые организации. То есть выезжаем на место, смотрим то место, которое бы желали жители и управляющая компания. И в первую очередь сетевые организации дают нам замечания, либо разрешают установку на этом месте. Для такой площадки выдвигаются особые санитарные требования. Она должна находиться не менее чем в 20 метрах от жилого дома, но не более чем в 100 от него. Контейнерам необходимо организовать заезд. Установить одну мусорную площадку обойдется примерно в 100 тысяч рублей. За последний месяц в администрацию Арджиникидзевского района с такой просьбой обратились два раза. Были обращения по передвижке существующей и по установке новой. В общем-то мы все замечания устранили, которые там были, которые мешали сделать это. И вообще-то все сделали по санитарным нормам и правилам в соответствии с положением с нашим городским. Однако в управляющую компанию жильцы дома номер 10 по Калмыково с такой просьбой не обращались. Начальник ЖЭУ-37 рассказала, что данная площадка отвечает всем нормам. Мусор выводится каждое утро. Жалоб на завалы также не поступало. Стоянки утверждены администрацией города. Все это рассчитано по объему, то есть по количеству проживающих и домам ближайшим. Стоянки расположены в основном у нас около пяти этажек. Это там, где нет расположения, то есть мусоропроводы. Поэтому жильцам, чтобы поближе было к ним, конечно, тут учитывался и этот факт. Во всех остальных домах этого двора, в том числе и 10-м, мусоропроводы есть. А значит, уличные бачки на них не рассчитаны. Потому появление у подъездов мешков с отходами обусловлено лишь воспитанием жильцов.